эй ребята всем привет меня зовут энди муф и находится на моем канале сегодня мы с вами продолжаем с алифейс второй эпизод мы уже прошли первый успешно довольно там всякая херня такая творилась что не передать словами лучше все увидеть так что посмотрите ссылочка находится в описании под этим видео и сразу без дальнейших предисловий мы переходим собственно говоря к ко второму эпизоду поехали бам сал салли где ты а вот и наш салли да собственно в том же самом месте где мы остановились вот этот вот прекрасный оранжевый день знаменует нам начало нового эпизода давайте вместе посмотрим что же нас ждет милой далеко не отходи я хочу взглянуть на песика на его не слышишь давай дождемся отца он будет здесь минуту на минуту но я очень хочу пожалуйста пожалуйста можно я погляжу на песика ухнула салл сейчас только корзину возьму и мы сможем пойти вместе ура я буду у деревьев хорошо мы идем к деревьям песик собственно говоря уже был в этой игре фигурировал в первом эпизоде и тогда он лежал возле могилы и говорил я не буду говорить что он говорит вы лучше посмотрите это сами более что мы проходим игру полностью это уже второй наш эпизод парень этот не умеет бегать и у него синие волосы это мы уже на это кстати вот тут вот понятно что это паренек а по первой части ухты свин какой-то сидел в кустах сейчас нападет на нас или чем в первой части он ходит с хвостиками блины реально посмотрите что случилось у парня с лицом это что-то жесткое как вот в первой части он ходит с хвостиками там все думают что это девочка здесь с такой прической то это очевидно что пацан пацанянок пацаненок чё с ним случилось лесу даже знать не хочется а шо здесь произошло тоже фото стрёмное окей мы походу идем сюда спасибо что пришел помочь туалетом тогда пожалуйста миссис сандерсом и глаза моргнуть не успеете как я разберусь с ним прекрасно герман бы это сделал и сам но к сожалению его пальцы словно банановая кожура а на улицах очень опасно я понимаю спасибо большое лари ванная там лари какой тела ри меня может прическа и дебильная но я ж не лари я соли ванная собственно движемся дальше об дыжо дури калабе у писец и ты хочешь чтобы я это убирал нежданчики нежданчики происходят подняться нет подниматься здесь спешить никогда не нужно сначала нужно ухты ты кто такой не переживай я знаю как все починить вот такие дела ничего себе они конечно выглядит стрёмно но сейчас мы его напоим и наверное мы его спасем с ним будет все хорошо камеру ребята я отключил для большего погружения в атмосферность но если вы будете по мне скучать когда помните что я здесь здесь я никуда не делся просто страшные игры лучше дать без веб-камеры как мне кажется об она ты чё такое не хочет подняться а наверно вода с верхних этажей где-то перекрыта нам нужно опустить постепенно сверху вниз сверху вниз да я ж так думаю я ж думаю сейчас мы проверим мою теорию мою гипотезу ни хрена моя гипотеза была неверная мы идем дальше точнее идем обратно значит этот рычаг я дернул не пошло а это пошло значит что вы хотите сказать то теперь нужно дернуть этот вот так и где-то был наверно еще один на нижнем этаже это очень логично если он там будет теперь нужно вернуться к пони во всей видимости я будем кататься на поняхи или не будем для писи это его раздуло и он нахер он просил воду мы помним ребята что салли это психоделика такая но ничё но она не дождалась нашей починки нахрен художником платить и равно они рисуют ничего вот это смотрите идеально не там что-то сидит но все равно идеальная прям локация для компьютерной игры не нужно ничего было заморачиваться да да окей хорошо пойдет подойди ближе я хочу кое-что тебе показать я знаю что ты трогал мою поняшку я думал мы друзья сал благодаря нам этот дядька что-то с ним случилось в первой части смотрите что если не смотрели эпизод 2 скверно может не хотели сказать скверно нет я думаю хотели сказать скверно чувак тебе все еще снятся эти кошмары последний раз было настолько плохо когда умерла мама мне кажется все дело в этом здании что-то с ним не так чел я знаю ты в этом уверен я серьезно не думаю что здесь водятся призраки я тут почти всю жизнь и ни разу их не видел но на что что ж мы с тобой уже достаточно давно знакомы я должен тебе кое-что показать иди за мной ну раз ты просишь раз ты просишь чего я пойду за тобой готов ща посмотрим куда нас ведет я ему не доверяю конечно хотя в первом эпизоде ого и почему я раньше об этом не слышал я прихожу сюда когда хочу побыть один это моя крепость крепость одиночество ротик больше похоже конечно развалюху одиночество но пусть будет крепость ладно 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 пусть будет крепость что как классно я всегда хотел домик на дереве когда был маленький да отец построил него перед тем как исчез погоди что смысле исчез казалось бы вот он здесь и все хорошо а на следующий день он просто пропал ни записки ничего и все ему вещи остались на своих местах одежда инструменты кошелек права все он просто испарился чёрт мне так жаль лари я знаю как это тяжело вы родители не ладили нет мои родители любили друг друга они даже почти не ссорились знаю как это может выглядеть со стороны но отец нас не бросал то есть моя мама считает что это так но я то знаю что он никогда бы нас не оставил он нас любил я тебе верю как по твоему что произошло слушай ты знаешь что я не суеверный человек я знаю что вы с пухом уверены что в апартаментах водятся призраки но я думаю дело тут в другом в чем я мало кому об этом рассказывал но я знаю что могу доверять тебе сал и что ты меня не осудишь конечно нет за день до его исчезновения я сделал кое-что чем не очень горжусь мои родители купили фейерверки и множество раз наказали мне дожидаться их а не играть самому но я не мог настоять чувак не мог не мог устоять хотел поиграть с фейерверками я запустил во дворе парашка фейерверков и один вылетел в окно миссис гибсон и пришиб ее кролик ох блин вот это же а так что я побежал проветрить проверить как она там она разоралась как сумасшедшая будто мне нужен был еще один повод выбесить эту старую коргу но мне было ужасно стыдно ах бедный кролик ну да ладно когда я спускался в лифте тогда ты я демона увидел он протянул руку и дотронулся до меня мне все тело холодом пробрало мне было до усрачки страшно чел я подумал что с ума схожу но он пропал так же быстро как появился сразу как двери открылись он меня проклял из-за того что я натворил у меня после этого вся жизнь по пизде пошла отец исчез мама на какое-то время перестала разговаривать я две недели проторчал в тюряки для несовершеннолетних и у меня украли велик я пропустил так много школы что пришлось ходить на занятия летом одна неприятность за другой посыпались на меня с тех пор со мной и вокруг меня происходят ужасные вещи и считаешь что это проклятие забрало твоего отца понимаю как звучит но я знаю что это правда я во всем виноват отец кролик миссис сандерсон все даже если на тебя наложено какое-то проклятие ты не можешь винить себя во всех неприятностях на свете не нужно брать на себя ответственность за все а как выглядел этот демон я раньше никогда ничего подобного не видел словно движущаяся тень размыта и темная но с человеческим силуэтом а хуже всего были глаза эти бездонные красные глаза взгляд которых меня словно насквозь пронизал черт возьми что я его тоже видел я видел твоего демона да ты гонишь когда клянусь я видел его в здании он точно такой как ты описываешь бьюсь об заклад и с другими призраками связан он как то связан с ними ох не знаю чел а что если мы снимем это твое проклятие и как же мы это сделаем может тут найдутся какие-нибудь подсказки которые нам помогут можем попробовать разузнать о призраках побольше посмотрим сумеем ли бы докопаться до сути а почему бы и нет терять мне нечего и чё ты меня хочет как мне докапаться до этой сути цель следовать за лари ну так я видимо нужно сейчас осмотрим комнату приставка странный звук бла-бла-блажки бла-бла-блажки так как я это сделал вот так посмотрим что тут есть в комнате в чем дело я нашел этот странный картридж для приставки в коробке с потерянными вещами кажется он реагирует на паранормальную активность это одна из последних фотографий которые мы сделали вместе нездолго до того как мой отец исчез лучше продолжи поиск так что-то у нас с картриджем а ну-ка посмотрим на него а нет пока с этим активности никаких нет хорошо поняли приняли учтем это типа журналов о природе и отдыхе на природе похоже отец Ларин полная противоположность моего журналы все пожелтевшие шестилетней давности не думаю что найдут что не полезное посмотрим что тут еще есть потертая косуха в кармане нашлась парочка билетов на концерт теперь ясно откуда у Лари такой музыкальный вкус неплохой способ поддерживать отношения не думаю что мы с моим отцом когда-нибудь даже концерт по телеку вместе смотрели не говоря уже о живом выступлении какая-то странная шкатулка похоже она закрыта намертво что в шкатулке понятия не имею братан она принадлежала отцу что-то вроде головоломки я так и не понял как ее открыть похоже не хватает одной детали да ты прав даже не замечал что что-то с ней не так ты не против если я возьму ее себе не забирай пожалуйста круто да не знать если откроешь ее конечно конечно дам знать чувак о чем речь я достала отсюда ту странную коробку но тут больше нет ничего примечательного хорошо вот и суть нам понятно а подождите шкаф там ничего полезного хорошо значит я думаю отсюда можно уходить возле этой коробки и возле фотки мигала наша приставка мы это запомним а вы посмотрите тут у нас видеокамер понаставили прям все серьезно их не было я осмотрюсь и может смогу что-нибудь разузнать ладно договорились а мне типа нужно оставаться здесь и ухаживать за мамой она сильно болеет понимаешь ли чувак да я заметил скажи если что-то понадобится спасибо салли спасибо салли мы тебя не кромсалли но кто-то походу это сделал нужно спросить у мэган знает ли она что-нибудь про этого демона надеюсь сегодня она покажется мэган 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 так проведать мэган в квартире 504 ага отлично ну и жирный тут что жирный ты хочешь со мной обсудить что-то какие-то свои проблемки мэган 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 в 504 мэган ну почти а кто такая мэган я что то не помню в первой части по мэган никакой не было Нужно позвать сюда Ларри, чтобы он мог познакомиться с Меган Тогда он точно поверит, что в апартаментах Эдисона водятся призраки Ларри, слышишь меня? Ага, что такое? Сможешь подняться в 504-ю? Ага, мама только что выпила свои лекарства, так что еще не скоро проснется Сейчас подойду Я вспомнил, Меган это призрак, собственно Так, что ты хотел мне показать? Пошли, она в ванной Она? Просто иди за мной Просто идем Да, комнаты на пятом этаже, видали деньки, получше Тихо Да чего? Просто подожди минутку Меган, ты здесь? Эй, я хочу познакомить тебя со своим другом Ларри Чувак, мне кажется, тут никого нет Боится, наверное Она довольно стеснительная Хотя, я уже давно не могу заставить ее показаться Надеюсь, она в порядке Получается, ты приходишь в эту заблесневелую ванну, чтобы поболтать с мертвой девчонкой? И часто ты так делаешь? Я уже говорил, что мы с ней несколько раз болтали Но она давненько не появлялась Ларри, я не сумасшедший Я тебе докажу Эй, чел, я не говорил, что ты сумасшедший Как ни странно, я тебе верю Ты мой лучший друг Если это поможет найти отца То я за Я за любой кипиш Я правда думала, что сегодня мы сможем с ней пообщаться Было такое чувство Чувак, знаешь, с кем тебе нужно поговорить? С Тодом Он умнее всех, кого я знаю А еще его тоже прет вся эта сверхъестественная хрень Уверен, он как-нибудь да поможет Тод? Серьезно? Ну да, никогда бы не подумал, что в такое верит Он же всегда казался мне таким Нормальным Рассудительным Ха-ха, да, как-то так Что ж, ладно, пойду поговорю с ним И посмотрю, что получится узнать Хорошо, а я вернусь домой и посмотрю, как там мама Дай знать, если что-нибудь раскопаешь Обязательно дам Еще один новый персонаж вводится в игру Поговорить с Тодом в квартире 202 Прямо сейчас этим и займемся 202, это на второй этаж, ребята, это на второй этаж 203 202 Квартира Тодо-До-До-До Привет, Салли Крамсали Прости, Танни сразу ответил Мы тут с Эшли, занятия заканчиваем Вы с ней знакомы? Привет, я Эш О, все, чувак поплыл Хе-хе-хе А ты, должно быть, Салли Крамсали Я столько о тебе слышала Я? Обо мне? Серьезно? Ага, только хорошее, клянусь Рада, что нам, наконец, удалось познакомиться Эх, я бы с удовольствием осталась поболтать Но мне нужно бежать, спасибо за помощь, Тодд Без проблем, на следующей неделе можем еще поработать на твоей алгебре Договорились, увидимся, ребята Надеюсь, мы с тобой скоро еще разок пересечемся Салли Крамсали Да, было бы круто Хороших выходных, мальчики Ну все, Сал запал Теперь Сало будет жирное такое И тебе хороших выходных, Эшли Ты в порядке, Сал? Ты какой-то нервный А, да-да Я в порядке У меня все прекрасно Ну ладно Что тебя сюда привело? Эш, кажется, классная Она тоже в девятом классе Расскажи-ка про нее Ее полное имя Эшли Кэмпбелл Она, как и мы, в девятом классе Она очень хороший человек Ей с трудом дается математика Поэтому я ее подтягиваю Последние пару недель Она взамен иногда помогает мне Заданиями по рисованию Кажется, она хороший друг Да, наверное Но ты же не про Эшли говорить пришел Так что выкладывай Что там у тебя? А, точно Эээ, я вижу умерших Ты про миссис Сандерсом, что ли? Нет, тут кое-что другое Все здания Буквально все здания Кишит призраками Я пытаюсь узнать о них Как можно больше Хм, понятно Мне нужна твоя помощь Спасибо, что поделился со мной Думаю, я бы мог Помочь тебе с исследованием всей этой паранормальщины Знаешь, у меня есть подозрение Что в моей ванной живет привидение Правда? Да, довольно странное совпадение Что и твоя Меган И мое привидение Живут в ванных комнатах Возможно, трубы служат им Своего рода проводником Но это лишь моя гипотеза У тебя приставка с собой? Да, со мной Класс Идем проверим ванную Как ты обычно зовешь, Меган Приставка всегда загорается Когда она рядом? Не всегда Обычно я просто начинаю С ней разговаривать Иногда она выходит ко мне А иногда нет Ладно Попробуй поделать то же самое Чтобы дух пришел на наш зов Эй, здесь кто-нибудь есть? Мы не хотим тебе навредить Мы твои друзья Так есть тут кто? Ничего не происходит Да и приставка не загорается Хм, у меня есть мысль Я могу улучшить твою приставку Чтобы она сильнее реагировала На места с паранормальной активностью Звучит здорово Для этого мне потребуются две вещи Во-первых, что-то, чтобы усилить прием сигнала Во-вторых, что-то для повышения Электрической мощности Хм, например, антенна Или аккумулятор какой-нибудь Точно Если что Я буду в своей комнате Антенна и аккумулятор Ему нужны Какой-то он от меня хочет Антенну и аккумулятор А шо у меня есть? У меня есть рация Давай ты ее разберешь Рация, которую мне дал Ларь Я могу нажать Y Чтобы связаться с ним Это очень круто А где был этот пацанчик вообще? А квартира Тодда В 202-й Вот здесь он и был Знаешь, мне нужно найти Подождите, я не слишком много понял Давайте еще с ним поболтаем Где он вообще? Комната родителей Тодда Сам Тодд Тодд Ты мне больше информации-то дай Сгодится для передатчика? Ну давайте спросим Сгодится для передатчика? Рация Хм, эта антенна Маловато для наших нужд Интересная коробочка Но нам понадобится что-то Более длинное и узкое Хоть у карты есть магнитная полоса Но нам она, боюсь, не подойдет Сгодится для источника питания? Да, аккумулятор от твоей рации То, что надо Хорошо соображаешь, Салли Крам Салли? Скоро вернусь Так, отлично Одной проблемой меньше С аккумулятором разобрались Антенна По-моему, нужно сходить к этому чуваку в подвал У него на столе там куча всякого барахла Хлама валяется Давайте попробуем мою теорию проверить на нем Здорово, жирный пых Храй вахнулся О, вот она, вот она Слушай, ты не против, если я отдаю антенну от твоего сканера? Хм, ну, думаю не против Отлично, отлично, ребята Возвращаемся в 202-ю И отдадим Тоду антенну Жирный, что сидишь, смотришь на меня Тоди, давай Сооружай мне, что ты там хотел мне соорудить Сгодится для передатчика Антенна Да, отлично подойдет С помощью найденных тобой частей и собственного оборудования Я смогу модифицировать твою приставку Как и говорил ранее Дай мне минуту, чтобы все сделать Итак, он готов Узри Супер Жирбой Хм, круто Не переживай Ты все еще можешь на ней играть Она находится в режиме охоты на призраков Только когда вставлен этот странный картридж О, круто А ты уже начал переживать Жирбой любит он играть Однако, к сожалению Мне понадобилась Лишняя пара частей из твоей рации А собрать ее назад не вышло Надеюсь, ничего страшного Ларри тебе пиздит, жопу надерет Ой, в смысле Ну, Ларри, наверное, не обрадуется Ну, ладно Это же ради благого дела Так что хуй с ней с этой рацией Чудно, чудно Итак, для достижения на лучшего результата Тебе нужно будет полностью вытащить антенну Для этого нажми на кнопку Y Экран загорится Если поблизости будут зафиксированы паранормальные частоты Пока он мигает Нажми на кнопку R Чтобы пустить мощный электрический импульс Если моя теория верна До такого потока Электричества будет достаточно для того Чтобы подпитать Ближнежащие явления И, возможно, даже и другие сверхъестественные элементы Ладно, думаю, суть я уловил Предлагай нам опробовать ее в моей ванной Хорошая мысль Отправляемся в ванну Будем опробовать Когда будешь готов Нажми на Y Чтобы активировать супер с жирбой Чувак, я готов У меня получилось Что за R? У меня нет R здесь На клавиатуре пришлось нажать Хм, может я Сработало Черт возьми Привет, что такое? Я даже подумать не мог Что он их убьет Все это Моя вина Кого? С Тейси, ее дочь Боже Да как я мог влюбиться В замужнего женщину Следовать зону Своему сердцу Не грех Да ты романтик Как и я Был Мило с твоей стороны Но я понимаю Что не стоило этого делать Мы хотим помочь вам Почему вы не покинули это место? Мы никогда не сможем уйти Что вы имеете ввиду? Вы не можете упокоиться с миром? Что держит вас здесь? Видели демона с красными глазами? Можете нам рассказать, что они... Нет, 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 нет Что? Что происходит? Он тут Кто? Кто? Ростоглазый человек? Тот, который убил Стейси, ее дочь? Мне нужно идти, простите Это было вполне настоящее разумное привидение Я никогда такого раньше не видел Ты в порядке? Да, все нормально Просто одно дело читать о паранормальных явлениях И строить определенные гипотезы А другое видеть их наяву Я понимаю, о чем ты Не так-то просто все это переварить Что ж, у нас много работы Думаю, на сегодня мне впечатлений достаточно Останусь тут и проведу кое-какие исследования Хочу посчитать историю апартаментов Эдисона Может найду что-нибудь о прошлых жителях и возможных убийствах Было бы здорово, а я пока поищу еще места с повышенной паранормальной активностью Отлично А, кстати, я заметил, что твой игровой картридж Как-то подозрительно трещит Возможно, тебе стоит его проверить Хорошо, ребят Вот на этом, я думаю, мы сделаем перерыв Мы сегодня безумно продуктивно с вами поработали Мы проходим с Али Фейс Все эпизоды Это второй, первый Смотрите, ссылочка в описании И в первом закрепленном комментарии Продолжим с вами в следующий раз Меня зовут Энди Мув Сейчас я с вами временно попрощаюсь И увидимся в моих новых видео На моем канале, не забудьте поставить лайк этому видео И заходите снова Я всегда рад вас видеть Рад видеть новых друзей И до встречи у меня на канале Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова